С нами сегодня Никита Сизинцев, сеньор-андроид-разработчик в DataArt. Сегодня мы поговорим о коде генерации в Java. У нас будет доклад состоять из двух частей. В первой части мы поговорим о использовании процессоров аннотаций, потом у нас будет перерыв минут 15, и мы посмотрим практические примеры. Рада приветствовать. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Программу немного огласили, уже поговорим про аннотации, про процессоры аннотации. И про то, как процессоры аннотации вообще вызываются в процессе компиляции, и какие есть альтернативные способы кода генерации в Java и в Android. Так, это может тоже. Где используются процессоры аннотации? Да практически во всех современных утилитах, в ORM, в каких-то кода генераторах сущностей, в dependency injection, в Dagger 2. Некоторые люди используют процессоры аннотации в пределах одного проекта, чтобы написать какую-то утилиту конкретно под один boilerplate, который бывает только в этом проекте. Я видел примеры на хабре, где люди с помощью процессоров аннотации автоматизировали авторизацию, делали inject-код авторизации запроса в Spring в метод, который этот запрос обрабатывает. Зачем это делалось? Ну, не знаю, но были такие штуки. Что такое аннотация? Аннотация в Java — это инструмент добавления каких-то метаданных, какой-то структуре, к полям, к классам, к параметрам, даже к дженерикам можно добавлять, начиная с восьмой Java. Аннотации появились и процессоры аннотации в Java 1.5 со стандартом JSR 250 и продолжают развиваться. То есть они очень сильно поменялись, там добавилось много новых фич в восьмой Java. Где можно использовать аннотации? Они используются для анализа кода, то есть нон-нул и нул-абал аннотации. Они используются на этапе… используются IDE, то есть они проверяют, помогают вам писать качественный код во время компиляции, то есть код дегенерации при помощи процессоров аннотаций. Для чтения и постмодификации байт-кода тоже можно использовать аннотации, чтобы ориентироваться в скомпилированном коде. И для использования их во время работы программы, это рефлексит, например, GSON и подобные библиотеки. Обычная аннотация выглядит примерно так. Ключевое слово объявления аннотации такой же, как у интерфейса, только добавляется собачка, потом идет название, как обычно, и идет две аннотации, которые определяют поведение созданной аннотации. аннотация retention определяет политику сохранения аннотации в жизненном цикле как бы программы от исходного кода до ее запуска. Если эту аннотацию не указывать, то по умолчанию аннотация будет типа класс. И target указывает, каким элементом эта аннотация может быть применена. Она может быть применена одновременно и к типу, то есть можно передать type, потом передать параметр и что угодно. И аннотации, retention policy аннотации выглядит примерно так. Есть source, класс и runtime. И чем вниз они становятся все более стойкими. Source аннотации сохраняются только в исходном коде. Класс аннотации сохраняется в байт-коде, но не загружается в рантайме. И рантайм аннотации доступны через рефлексию, когда ваша программа запущена. Для того, чтобы создать первый процессор аннотации свой, нужно создать аннотацию, которую этот процессор будет обрабатывать. Нужно создать сам модуль процессора аннотации, внутри него создать класс, записать этот класс в meta-inf и подключить данный процессор аннотации в модуль вашего приложения. Важный момент здесь, что модуль процессора аннотации должен быть именно Java модулем, не Android модулем, именно Java модулем. Если мы говорим про IntelliJ, про Android Studio, нужно создавать именно Java модуль. Предположим, что у нас есть какая-то example-lib. Это будет модуль нашей библиотеки. В нем будет всего одна аннотация, с которой будет работать процессор. Нам для процессора аннотации достаточно уровня source, потому что он работает с исходным кодом, грубо говоря. И применяться он будет только классом интерфейсом. Потом мы создаем модуль процессора аннотации, сам процессор и собственно файл, в котором он должен быть зарегистрирован. Сейчас один слайд. Вот этот слайд. В этом файле построчно должен быть записан каждый процессор аннотации, то есть пишется его пакет и название. В одном модуле может быть сколько угодно процессоров аннотации, но чтобы их Java пак вызвал, они должны быть все зарегистрированы здесь. Процессор аннотации в своем чистом виде выглядит примерно так. Вверху вы прописываете, какие аннотации данный процессор будет обрабатывать, с какой версией Java максимально он может работать, какие опции ему можно будет передать, если они нужны будут, и два метода, о которых мы поговорим дальше. И подключите данный модуль в ваш проект. Если вы используете Kotlin, это будет капт, и если вы пользуетесь Java, то это просто annotation процессор, который встроен в IntelliJ. И, собственно, все. Процессор аннотации готов, но что делать дальше и как с ним работать, чтобы он что-то сделал, это наконец-то абсолютно непонятно. И мы поговорим сейчас немножко про жизненный цикл того, это очень важно на самом деле. На этом слайде, если его не понять, то дальше будет практически ничего непонятно. На данном, на данной схеме изображен процесс компиляции от исходного кода до байт-кода с какими-то шагами, которые важны именно для процессоров аннотации. Данные шаги все выполняются компилятором, который выполняет компиляцию исходного кода. На первом шаге происходит парсинг исходного кода и преобразование его в так называемое абстрактное синтаксическое дерево. Узлами в данном синтаксическом дереве являются ваши элементы. Пакет, потом идет класс, потом в это дерево входят все поля, методы, вложенные классы, интерфейсы, аннотации. И вот так вот строится все это дерево. После чего данное дерево анализируется джаваком и выхватывает все аннотации, которые должны быть обработаны. После чего оно смотрит, что ему передали некий набор процессоров аннотаций, и джавак пытается найти, какая аннотация должна быть, каким процессором аннотация обработана. Как только он находит матч, что данная аннотация будет обрабатываться данным процессором, он его запускает. И так он делает с каждой аннотацией, для которой он сможет найти матч. После того, как это так называемый раунд. Если за раунд были сгенерированы какие-то новые файлы исходного кода, они снова компилируются джаваком в абстрактное синтаксическое дерево и дополняются уже существующий код. После чего происходит их новый анализ, потому что, возможно, там появились аннотации, которые тоже нужно обработать. И так происходит до тех пор, пока не будет сгенерировано ни одного нового исходного файла, ну, файла исходного кода. После того, как ни один файл не был сгенерирован, процессоры аннотации все еще раз вызываются один раз, для того, чтобы закончить так свои дела какие-то, которые, возможно, они не успели. После этого вот это абстрактное синтаксическое дерево уже компилируется в байт-код. Всем поняли, что я пытался донести, это просто важно. Если есть вопросы, нет? Отлично. Так. Две ключевые сущности, которые являются абстракцией над вот этими узлами синтаксического дерева, это элемент и type-mirror. Это два интерфейса. Если взять класс, да, какой-то обычный, то вот это будет type-element, поля и параметры, это variable-element, возвращаемые значения, выкидываемые параметры. Это выкидываемые, точнее, ошибки у методов тоже type-mirror, типа variable-element. Методы это и конструкторы, это executable-element и так далее, и так далее. Type-mirror, вот такое вот определение в Java-доке, да, да, но очень понятное и абсолютно бесполезное, отображает тип элемента, то есть тип узла в абстрактном синтаксическом дереве. И тут возникает такой вопрос, что для поля как бы все очевидно, то есть у variable-element, у type-element, точнее, вызвали s-type, и он возвращает вам type-variable, и он правильно как бы возвращает вам тип данного поля. Но если вы вызовете s-type у метода, то выпадет вам вот такая огромная конструкция, которая содержит в себе возможный generic type метода, если он есть, возвращаемые значения и массив параметров, выкидываемые exception, то есть это все будет executable type, это все будет тип узла метода. Это будет огромная конструкция, и как найти маппинг между элементами, это только заходите в документацию element, смотрите, какие интерфейсы расширяют данный интерфейс, и смотрите, ага, значит, это для этой сущности, потому что весь процесс рондации внутри работает только с element и type-mirror. Если вы хотите привести к чему-то более конкретному, то есть вы хотите достать, какое значение возвращает данный метод, то вам нужно будет точно быть уверен, что там именно executable type сделать явное приведение и достать оттуда уже нужные вам данные. Методы init и процесс. Это вот два ключевых метода, которые принимают, через которые javac дергает ваш процессор аннотации. Ну, метод init, как бы здесь все понятно, то он вызывается один раз. В этом методе процессор аннотации должен провести инициализацию всего, что ему нужно. Он должен достать там какие-то классы ему необходимые, сохранить какие-то параметры. И метод процесс, он дергается каждый раунд. Сюда падает ему сет аннотаций, которые он должен обработать, и round environment, который предоставляет вам возможности получить элементы, с которыми вы будете работать в данном раунде и какие-то дополнительные параметры для этого. Сейчас мы все это посмотрим. Жизненный цикл вот этих элементов и этого класса в целом выглядит примерно так. javac дергает конструктор по умолчанию, вызывает его метод init один раз, потом получает информацию о процессоре. Получение информации о процессоре происходит из вот этих вот аннотаций. Кто эти аннотации дергает, абстрактный процессор на самом деле реализует под собой интерфейс, процессор, у которого есть большая куча методов. И вот чтобы вам не захламлять вот это все пространство, которое будет и так захламлено достаточно сильно со временем, абстрактный процессор что делает? Он реализует эти методы, но реализует их так, что он через рефлексию достает текущий класс, достает вот эти аннотации их значения и возвращает javac. И таким образом вместо того, чтобы реализовывать методы здесь, вы их описываете, что они должны вернуть вот тут. javac поднял, что вы умеете, с чем вы умеете работать. И он начинает в раун, начинаются раунды генерации кода, вызывается метод process.nrass. Process.nenvironment — это интерфейс, который передается в процессор аннотации компилятором и зависит от, его реализация будет зависеть от того компилятора, который в данный момент компилирует ваш код. Это интерфейс, который позволяет вам взаимодействовать со средой, где выполняется ваш процессор аннотации. Файлер вам позволяет писать новые файлы сходного кода и новые файлы байт-кода. Locale позволяет получить локаль текущего environment. Messenger позволяет сыпать какие-то сообщения в консольку. Options — это map, string, string, который, откуда вы можете получить вот эти опции, которые были переданы через javac. И getSourceVersion — вы получаете source версию environment, для которого вы работаете. То есть ваш процессор, например, работает с седьмой java. Это максимальная версия, но он может быть выполнен в environment 5 java. И вот здесь будет версия 5. И вот round environment. Round environment передается в процесс метод. Здесь вы можете получить, передаете аннотацию, и он вам получает элементы, которые нужно обработать для этой аннотации. То есть вам не нужно самим бегать по исходному коду, думать, какие вы классы уже обработали, какие не обработали. Это все делает за вас javac. Вы просто говорите, дай мне классы, поля, методы, которые были отмечены аннотацией, которые в этом раунде нужно обработать. И он вам их отдает. GetRootElements — это элементы, которые необходимо обработать в этом раунде, но они были сгенерированы процессорами аннотация в прошлых раундах. Processing over обозначает флаг, что данный раунд сгенерировал классы, которые будут использованы в следующем раунде. И error raised в флаг, если была получена ошибка в процессе генерации на этом раунде. Вот я могу быть неправ. Я вот этот метод никогда не использовал. Element и TypeMirror. Здесь есть очень хитрая штука, когда появляется наследование и дженерики. Дело в том, что, как я уже говорил, вы можете переходить от элемента к типам и от типов к элементам при помощи методов asElement и asType. И все было бы здорово, но вот здесь появляется дженерик, да, то есть example class, если вы помните, там было поле, два метода, которые зависят или от дженерик параметра. Есть класс наследник, теперь который, вы видите, там была буква T, а теперь мы перейдем к букву V. Вроде бы какая разница, да, но для процессора аннотации это разница огромная. И для него по факту это два типа данных, если вы потеряете контекст. То есть в данном случае, когда вы идете вверх, то вы получаете example class в контексте его ребенка. И все его поля вы должны получать в контексте example class, а в контексте child class. И вот эту вот всю штуку вы не должны потерять, иначе у вас собьется, собьется ваш, вы сгенерируете совсем не то. Вот, например, вот код, который демонстрирует это, да. Что здесь происходит? Element — это наш child class. Предположим, мы отметили его аннотации, которую мы отрабатываем. Мы получаем из него суперкласс, он возвращает нам type mirror, то есть тип этого класса. Мы точно знаем, что это класс, значит, мы его можем явно привести в the cloud type. Потом мы приводим type к элементу. Почему мы приводим к элементу? Потому что какие-то параметры мы можем получить только из элемента, а type mirror держит контекст. Потом из суперкласса мы получаем все закрытые внутри него элементы. Закрытые внутри него элементы — это означает все поля, все методы, inner nested, классы, все, что там есть, вы все это получаете при помощи enclosed elements. Обычно, когда вы так делаете, вы должны проитерироваться по всем закрытым элементам, отфильтровать из них, например, только поля, если вы хотите достать поле, и с ними уже работать. Но здесь просто достается первый закрытый элемент. Мы стопудово знаем, что там поле, приводим его и не ловим здесь class cast exception. И вот здесь мы получаем его тип. То есть мы из элемента мы элемент приводим в тип. И мы получаем неправильный тип данных. Чтобы получить правильный тип данных, мы должны получить тип поля в контексте как члена типа его класса. И результат, который здесь выпадет, будет следующим. У нас будет неправильный тип tet и правильный тип v. То есть в контексте ребенка мы получили неправильный класс. У нас появился новый generic параметр, который непонятно, откуда вообще берется, как с ним работать и что это такое вообще. Но если мы сохраняем контекст, мы получим правильный тип, который передал класс наследник. Вот эти методы используются для перехода, это правильный переход от element к type mirror. То есть есть два declare type, вы сюда передаете конструкцию, класс, который вы хотите привести, и сюда его generic параметры. А эта штука используется для приведения элементов закрытых внутри класса к его контексту. То есть вы передаете сюда содержащий тип данных, то есть класс наш, а сюда передаете поле, например, и получаете поле в контексте класса. Вроде все просто, если попробовать это. У процессоров аннотации есть, они не всемогущие, у них есть ограничения. Они могут создавать новые классы, но не могут редактировать существующие. На самом деле это можно обойти. Хитро, сложно, но можно. Процессоры аннотации генерируют код построчно. То есть вы, например, пишете, вы хотите сгенерировать какой-то класс, вам нужно писать, грубо говоря, да, там system out print line package, потом выплюнуть все импорты, потом выплюнуть строчку кода по классам, все поля. Это делать сложно, неудобно, и там есть для этого библиотека, который это все упрощает. И плюс вам необходимо реализовывать валидацию на этапе генерации кода, чтобы не было каких-то ошибок. Предположим, вы генерируете какой-то класс, который работает с интерфейсом. Этот интерфейс расширяет еще два интерфейса, в которых есть два метода, одинаковых метода, с одинаковой сигнатурой. И когда вы достаете, вы хотите пройти по всему дереву, достать оттуда все методы, их проимплементировать каким-то образом, у вас получится два метода одинаковых. Они на самом деле, когда вы пронаследуете конечный, реализуете конечный интерфейс, то любая среда разработки реализует только один из них. Но процессоры аннотации соберет их как два разных. И через Equals это будет два разных метода. Почему? Потому что они лежат в разных интерфейсах. Но у них вам нужно именно валидировать бую сигнатуру. И таких нюансов очень много. Вам нужно думать о том, какие случаи вообще могут произойти, которые вы анализируете. Отладка тоже в процессорах аннотации это очень интересная игра. Сначала вы создаете ремоут конфигурацию, просто все по стандарту. Отмечаете галочку только single instance only. Потом вы запускаете билд через терминал. Вот для Kotlin вот такая короткая команда. Сейчас ее все запомнят наверняка. И для Java еще покороче, конечно. Но тоже не очень приятно. Плюс для Kotlin эта команда каждый раз еще менялась. То есть у Kotlin было три процессора аннотации, которые менялись трижды. И каждый раз оно все работало по-разному. После того, как вы запустили билд, вам нужно срочно запускать ваш дебаг, потому что если вы не успеете запустить дебаг, билд пройдет, вы никуда не подключитесь. То есть у вас такая рулетка начинается. Успеете подключиться, не успеете. Если у вас маленький процессор аннотации, то вы пролетите мимо. Java Poet. Это вот как раз та библиотека, которая позволяет вам удобнее генерировать ваш код. Вместо того, чтобы построчно писать каждую строчку вашего класса, она превращает это в билдер. Вы говорите, окей, создай мне билдер класса, докинь туда вот такое имя, он будет с такими generic параметрами, в нем будут такие поля, в нем будут такие методы. Вызываете метод build, кидаете это все в файлер, он пишет вам класс. Здорово. Плюс эта штука еще сама вставляет импорты. Когда вы генерируете строчку кода, она видит, что вы обращаетесь к какому-то классу, она понимает, что этот класс лежит в другом пакете, и она подключает импорт сама. Вам не нужно об этом думать. И плюс эта штука еще позволяет вам форматировать код, то есть вставлять горизонтальные отступы какие-то мануально и генерировать javadoc. Еще очень удобно для этого всего. Выглядит это примерно так. Например, вам нужно сгенерировать интерфейс, вот такой, да. Это, кстати, пример вот прям с гитхаба, короче, этой библиотеки взят. Вы говорите, я хочу создать интерфейс hello world. Пусть он будет публичным, у него будет одно поле, вот билдер поля, вот он будет стринговым, вот его название, public static final модификаторы, вот его инициализация, пусть у него будет всего лишь один метод, собери. Это все гораздо проще, чем писать руками это все, то есть string format, public interface %s и туда передавать hello world. Гораздо удобнее, плюс это простой пример, когда у вас появляется реальный анализ кода, и у вас куча каких-то данных, то их гораздо проще сюда подставлять, чем их подставлять в строки. Тестирование. Тестирование, я не буду здесь касаться особо, я просто вставлю две ссылки здесь, которые будут, презентация пошарена. Тестирование в процессорах аннотации — это больная тема, тестирование менялось где-то с года 2008-го, в лучшем случае. Причем, если вы почитаете эти статьи, то тестирование выглядит примерно так. Есть инструмент, который умеет вызывать процессор аннотации. Процессор аннотации работает, генерирует вам класс, но вы валидируете не то, как этот класс работает, а вы должны провалидировать его содержание. То есть у вас где-то есть просто файл с таким же кодом, и вы просто делаете equals двух строк огромных, что является непомерно тупой, как мне кажется. Как я это вижу, я не пробовал, но мне кажется, это должно сработать. То есть если вы запускаете тесты, у вас есть утилита, которая может вызвать ваш процессор аннотации, то вы можете его потом сгенерированный класс передать в javac, он вам сгенерирует класс файл. Класс файл загрузить через класс loader и через рефлексию тестировать методы, которые были сгенерированы. Я не пробовал, но в теории это должно сработать. Итак, теперь посмотрим на какой-нибудь процессор аннотации, который что-то реально делает. Так, тут не андроид разработчиков много. О, класс. Ну, особо это как бы не помешает вам понять, о чем я говорю, просто я сделаю тогда небольшую ремарку, что эта штука вообще делает. Та-дам! Да, конечно, сейчас все будет круто. Вот так. Всем видно, да? Отлично. У нас, например, есть в андроиде такой класс bundle называется. По факту это очень большая крутая обертка поверх мапа типа string object. Но у нее, чтобы вложить туда разного типа объекта, есть разные методы. То есть, если вы хотите строку положить, вызывайте putString. Если вы хотите положить туда int, вызывайте пункт int и так далее, и так далее, и так далее. Там ограниченный тип данных поддерживается. И вот, предположим, у вас есть класс, который вы хотите сохранить в этот bundle, а потом вы хотите значение этих полей восстановить назад. Это на самом деле в андроид программировании постоянно очень частая задача, она много где реализовывалась, но я решил не отставать от всех и тоже сделал подобную штуку где-то года полтора назад. Как это все работает? Вы отмечаете данный класс аннотации автосейва. Это все в пределах моей небольшой библиотечки. После чего вы запускаете build. Сейчас Java проанализирует, что появилась новая аннотация, ее нужно обработать. Генерируется новый класс, который называется вот так. SelectableViewStateSaver. Вызываем у него save. Этот сгенерированный класс принимает на вход мой класс и bundle, в который он будет сохранять поля из этого класса. И второй метод у него. Итак, что же внутри-то сгенерировалось? Сгенерировалось вот такое вот интересное полотенце. Что здесь происходит? Он достает поле, делает его accessible и кладет его через в bundle. И то же самое он делает. Он понимает, что это parseLabel класс, это даже parseLabel и рейлист. То есть он выхватил generic type и рейлиста и говорит, что это точно parseLabel и рейлист будет. И то же самое, но вы говорите, а зачем нам вообще использовать здесь рефлексию? И рефлексии можно было написать в универсальный инструмент и без кода генерации. Окей, хорошо, давайте. Да, я знаю, просто есть у IntelliJ ограничения неприятные, в режиме презентации нельзя переключаться. А, ну это не важно. Это ж какая разница. Hooks. Так, ага, воу. Здорово. Во. Мы сгенерируем теперь getter и setter автоматически, да, которые позволят нам без рефлексии достать наши private поля. Сейчас оно соберется. Бум. Наш код стал гораздо меньше. Что здесь поменялось? Процессор аннотации увидел, что для полей есть getter и setter, убрал рефлексию и подменил ее на вызов методов без нее. Итак, сейчас мы посмотрим на самом-то это чудо процессора аннотации. Выглядит это огромное полотенце на почти тысячу строк кода, да, достаточно монструозно. Что в нем? Тут на самом деле очень много различных классов. Этот класс представляет связь между type element и его, ну то есть между классом и типом этого класса. Тут все просто. Fill data представляет собой связь между данными класса, между type data, элементом поле, типом поле и парой методов getter и setter. Ну вот это как раз это пара. Есть statement data, это вот главный класс, который мы будем формировать. Здесь лежат поля, которые необходимы нам для генерации одной строчки кода. Это все. То есть это как эти пара используются, как они наполняются, мы сейчас обязательно посмотрим. Итак, здесь вынесены вверх константы. Суффикс, который добавляется в конец класса, то есть у нас было view state, selectable item view state и добавилось к нему назад в save. Есть два метода save и restore, название методов, название параметров, которые падают в эти методы. Вот здесь вот появляется такая штука. Процессор аннотации это java класс. Он понятия вообще не имеет, какие классы есть в android фреймворке. Эти классы нужно будет получить по имени. Если у вас какие-то есть подобные классы, то вам, что вы рассчитываете, что они будут, вам нужно определить полное до них имя и потом их получить. И вот type element для конструкции для данных классов. В методе init как бы все просто, то есть вот мы идем в processing environment, достаем element utils и говорим дай мне type element для вот такого имени и передаем туда имя bundle. И то же самое делаем для parse label. Проинициализировали. Все, для этого процессора больше инициализации никакой нет. Вот здесь уже начинается реальная обработка аннотации. Что здесь происходит? Сначала мы просим у раунда, говорим, раунд, что я должен обработать для аннотации autosaveable. Я знаю, что данная аннотация применима только к классам. Если бы эта аннотация была применима к полям и к методам, то вот эти бы элементы здесь были бы классы, поля и методы. И вам нужно было как-то по-другому это все делать. Потом я начинаю по ним итерироваться. Здесь я вызываю метод getCount, который мне возвращает тип элемента. Я знаю, что я применялся к типам. Эта аннотация применила только к типам данных. Но к типам относятся и классы, и интерфейсы. Искать нестатические поля в интерфейсе, которые нужно сохранять, это странное решение. Вот такие вот вообще бывают поля. Аннотации, классы, конструкторы, и намы. Очень много различных. И каждому из них отвечает определенная реализация или группе них. То есть интерфейс и класс, они имеют разные kind, но это все type элементы. Потом я получаю из элемента аннотацию, который он был отмечен, потому что там есть один параметр. Мы говорим, вот этот include super, мы говорим, мы будем обрабатывать всю иерархию наследования, искать все поля во всей иерархии или нет. В данном случае там нечего, некуда лазить. Поэтому тут будет false. И мы знаем, что вот здесь мы точно проверили, что это класс. Мы приводим его к type элементу и говорим, давай создадим наш чудо-класс. Сейчас я сверну. Это нам больше не надо. Итак, сначала начинаем с самого верха. Мы генерируем имя. Мы говорим, мы получаем имя обрабатываемого класса и добавляем к нему суффикс. Потом мы превращаем generic параметры этого класса в сущности JavaPoet, потому что он работает не с чистыми сущностями из процесса ориентации. У него там свои приколы есть. Их нужно конвертнуть. Поэтому это в отдельный метод вынесено. Потом создается два метода билдера. Для save метода и для restore метода. В них добавляется модификатор, что это будет public static поле. Добавляются generic параметры, потому что это статические методы. И если класс, с которым они работают generic, то эти generic параметры должны быть и здесь тоже. Добавляем два параметра. Наш класс, из которого мы достаем поля и бандл, в который мы будем эти поля складывать. Я обозначу, какой тип данных будет возвращать данный метод. Потом начинается непосредственно сбор данных о том, а что же вообще будем делать-то. Это метод получить все доступные поля, с которыми мы должны работать. Что происходит в этом методе? В самом низу, потому что… Так. Сейчас создается коллекция. Как бы ничего. Потом создается type data. Type data здесь поля, точнее пара класса и типа класса, к которому принадлежат данные поля. И мы начинаем итерироваться, то, о чем я говорил, итерироваться по закрытым внутри класса элементам. Мы ищем только поля, а потом среди полей мы выискиваем только не статические, не final, не transient и не поля, которые отмечены аннотацией don't save, потому что это из библиотеки тоже аннотация. Если вы не хотите сохранять поле, отмечаете его don't save, и здесь оно как раз пролетит мимо. Потом собираются… происходит приведение тип элемента к type mirror вот здесь. То есть мы говорим, что дай мне элемент поля как часть оборачивающего класса. И происходит поиск методов getter и setter для данного поля. Происходит это следующим образом. Мы точно так же итерируемся по вложенным элементам, только проверяем, что это теперь метод. Он должен быть публичный. Его имя должно быть больше трех, потому что мы ищем get или is плюс какое-то название поля. И вот здесь по факту просто происходит проверка имени. И из необычного для getter мы смотрим, что нету никаких параметров, потому что у getter параметров не должно быть в данном случае. И мы смотрим, что… Вот. Мы достаем возвращаемое значение. То есть у нас есть executable type. Это наш метод. Мы из него получаем возвращаемое значение и смотрим, что оно возвращает поле, тип данных поля. Таким образом мы производим валидацию getter. Вот. И точно так же примерно производится валидация сеттера. Тоже имя валидируется. А потом мы смотрим, что у сеттера должен быть всего один параметр. И этот параметр — это тип данных нашего поля. То есть мы получаем параметр types get и сравниваем его с типом данных нашего поля. Потом генерируется пара, которая устанавливается уже в полную картину для нашего поля. То есть там лежат данные о классе, в котором это поле принадлежит, данные о самом поле, и пара методов, которые с этим полем работают. Потому что если его будет больше, чем одно, то мы не будем знать, что туда ложить. Ну то есть эта идея в том, что мы находим сеттер для данного поля. И было бы логично… Ну, процессор аннотации не будет знать. Мы не можем угадать, когда пишем этот код. То есть когда пишем этот процессор аннотации, все возможные варианты. То есть мы можем рассчитывать только на то, что там будет один сеттер, точнее сеттер с одним параметром, и этот параметр будет именно тип данных нашего поля. Потому что если там будет два параметра, мы не будем знать, что уложить. Там бесконечное количество вариантов, какого тип данных будет этого поля. Поэтому происходит такая валидация. потом мы возвращаемся сюда после того, как мы поняли, что у нас есть, какие поля обрабатывать, начинается непосредственно генерация тела этих методов для сейва и рестор. Здесь происходит проверка на то, что все поля паблик, и что у нас хватает геттеров, и что у нас хватает сеттеров. Если у нас поля не паблик, и у нас не хватает геттеров, то в сейв методе открывается блок три, потому что мы будем использовать рефлексию, там нужно ловить два эксепшена обязательно. И то же самое делается для рестора. Если у нас не хватает геттеров, точнее не хватает сеттеров, и поля не паблик, то тоже нужно бы добавить только в рестор метод три блок. блок. Потом формируется базовый билдер, да, для написания вот это как раз statement data, то есть для одного, для одной строчки кода. Что там лежит? Там лежит метод save и restore, да, то есть билдеры наших методов, в которые будет добавляться код. Имена переменных туда сохраняются, и потом в цикле дополняется этот билдер полями, которые относятся конкретному полю, и из этого билдера потом собирается statement data, которая подается уже в другой метод, который обрабатывает эту statement data и пишет одну строчку кода. Что происходит в этом методе? Этот метод кажется самым отвратительным здесь. Он огромный и неприятный. Почему он огромный и неприятный? Потому что, потому что потому что бандл для каждого типа данных, которые он поддерживает, имеет свои методы. То есть если мы булеан кладем, то мы будем ориентироваться на put bundle метод булеан и get булеан. И для рефлексии также эти методы будут отличаться. То есть, и вот здесь огромное полотенце лсифа, в котором проверяется, что является ли наше поле, тип данных нашего поля, примитивным типом типа булеан. Короче, и вот так вот вниз. Потом начинается проверка на то, что вот здесь сразу устанавливается рефлексия, потому что для обжектов рефлексия один метод для всех обжектов, get и set, а для бандлов в бандле уже опять же put и get методы отличаются. Вот это вот огромное полотенце просто проверяет тип данных поля и выбирает четыре метода, с которыми будет это все дело обрабатываться. После того, как данные сформированы, мы готовы написать одну строчку кода. Это все ради одной строчки. Мы знаем тип данных поля, мы знаем, какие методы в бандле оперируют с этим типом данных, мы знаем, как этот тип данных работает с рефлексией, мы знаем, к какому классу это поле принадлежит и какие методы работают в этом классе с этим полем. То есть это его getter и setter. И о чудо, мы пишем строчку кода или нет? Да, пишем строчку. Супер. Выглядит в java.poity это все примерно как string форма. То есть вы определяете паттерн вашего выражения и наталкиваете туда аргументов. То есть вы говорите, что если у нас публичный, ну если поле public, то доступ к нему осуществляется просто через точку. Вот. То есть первым параметром сюда уходит имя бандла, параметра бандла, то есть да, он здесь in будет для save. Потом мы говорим, каким методом мы будем класть в бандл. Он идет сюда. Потом мы передаем ключ, значение. Потом мы делаем явное приведение к типу поля на всякий случай. Это на самом деле не обязательно, но на всякий случай это можно здесь сделать. Потом мы говорим, что мы получаем имя нашего класса, из которого мы получаем поле, и имя поля, которое мы получаем. То есть это доступ через точку. Если у нас поле не public, есть getter, то выглядит начало примерно такое же. Бандл, каким методом в бандл кладется, имя поля как ключ передается, явное приведение, но здесь немножко по-другому все. Мы говорим, что здесь вот используем, это наш класс, из которого мы достаем поле. И вот здесь происходит следующее. Мы идем в дату, достаем оттуда поле, получаем его пару методов, идем в элемент getter и получаем имя getter для данного поля. И самый большой код пишется для рефлексии, потому что здесь аж три строчки получаются. Вот этот вот код, сколько здесь? 444-460. Это все, чтобы написать три строчки кода. То есть за этим всем лежит гораздо больше всегда. Мы говорим, что мы хотим получить поле, вот оно идет сюда, с именем field name. Получаем наш класс, из которого мы достаем поля, получаем его класс, достаем оттуда declared field, потому что private нужно использовать declared field в рефлексии, и имя поля, которое мы хотим достать. Потом делаем его доступным и кладем точно так же, как и раньше, его в bundle. И то же самое происходит в restore методе. Все это полотенце потом наполняет наши билдеры save и restore через метод addCode. Кстати, что-то я решил опустить, видимо. А, ну вот data, вот spec builder addStatement. Вот эти методы. То есть мы добавляем одну строчку кода. У java.po это есть два метода, которые добавляют в метод код. Это addCode и addStatement. Разница в том, что после addCode он не ставит с флэшен, а после addStatement он переходит на следующую строчку. Очень удобно. После того, как у нас наши билдеры методов полностью сформированы, то есть они наполнились содержанием, да, в них появились контракты полноценно сформированы, они наполнились строчками кода, которые мы все это время упорно пытались в них натолкать. Происходит следующее. Мы билдер билдим в характеристике метода и начинаем генерировать наш класс. Мы говорим, что мы создаем класс, вызывается класс билдера, а не интерфейс. Передаем имя класса, который сгенерировали самой первой строчкой. Говорим, что это будет public final class. Добавляем туда два метода, строим его, потом создаем java file. java file это тоже java poet объект. Сюда передаем, сюда первым объектом передается пакет и вторым класс, который мы хотим записать. и потом этот java file пишется через файлер и наш новый код готов. Вот так это все работает. Процессор аннотации Kotlin исходники писать не умеет, потому что Kotlin по-другому работает с javac. И поэтому некоторые хаки, которые будут дальше рассмотрены, некоторые работают с Kotlin, а некоторые нет. Итак, сейчас, если есть вопросы по этому коду, я предлагаю их задать, и потом будет небольшой перерывчик. Или вы можете подойти во время перерыва, я отвечу вам лично на какие-то вопросы. Можем посерфить код. А вот дезиннированный класс, куда он будет сохраняться? Это все зависит от того, в какой среде разработки, что вызывает javac и куда он это все будет класть. То есть, если мы говорим про Android Studio и мы используем стандартный annotation-процессор, то оно будет лежать здесь. Если мы используем capt, как в этом случае, то он будет лежать в директории capt. И вот этот класс, который был сгенерирован. Так, еще. Сейчас. Метод init вызывается один раз. То есть вот здесь, когда происходит переход от первого анализа абстрактного синтаксического дерева, когда происходит поиск процессоров аннотации. То есть javac изначально знает, какие есть процессоры аннотации. Вот тот файлик, который мы заполняли, он передается в javac, javac его сканирует и находит все процессоры аннотации, которые есть. Вот. Он их инициализирует, а потом у них спрашивает, а ты умеешь с этой аннотацией работать? Если процессор аннотации говорит, да, я умею, то вот держи. Если процессор аннотации говорит, ну, я вообще первый раз вижу эту аннотацию, не знаю, что с ней делать, он идет дальше. Но метод init и конструктор по умолчанию, и как раз это получение информации о процессоре, оно вызывается единожды, когда вот оно сюда первый раз попадает. Потом в дальнейших циклах ваш процессор не выгружается из памяти. Он все время живет. И если вы, например, повесите вот месседжер логи, то есть вызвался init, вызвался процесс, то метод init будет вызван единожды, а метод процесс вызовется раза три минимума. Да? Как это все тестируется? Я не знаю. На самом деле это вопрос к людям, которые рисуют какие-то упоротые мультики, да, то есть вы идете к ним за веществами, вы придумаете самый упоротый случай наследования с дженериками, полями, короче, с какими-то невероятными типами данных. Вы наследуете рейлист, заподменяете каким-то образом его generic type, вставляете его, пытаетесь как-то проанализировать это все. То есть вы пытаетесь создать самый какой-то нереальный, сложный случай того, что может проанализировать ваш процессор и смотрите, а проанализировал он это или нет. То есть проанализировать то, как он будет работать, опять же, вот я говорю сложно, но как минимум то, что у нас компилируется, это проверить можно. То есть вы просто пишите класс, отмечаете аннотации, пытаетесь сбилдиться. Если билд прошел, ну возможно у вас уже что-то получилось. А проверяется класс? Нереверная класса на наличии скобочек, открывающих, закрывающих? Да, упадет. Это все делает… Компилятор. Он когда попытается проанализировать ваш класс, он видит, что там полная ересь. И опять же, вот если я же говорю то, о чем… Если вот когда я приводил пример с двумя методами, то есть вы написали вот в своем сгенерированном классе два метода с одинаковой сигнатурой, он сразу упадет. И вы это увидите в консоль. То есть вам не нужно будет бегать везде и искать, а здесь нет ошибки или есть. Так ламбок и есть процессор аннотации. Ну, можно. Процессор аннотации-то тоже… Там на самом деле про ламбок тоже будет часть большая. Как он работает, что он использует. Ну, то есть это будет обзорный доклад. То есть мы не будем лезть в сорсы ламбока. У меня на серфинг их сорсов ушло три дня, и, честно говоря, это могло превратиться в алкоголизм потом. Потому что то, что они используют, это полная жесть. Тут написано в самом начале презентации, вот здесь ламбок почти не просто так. Там на самом деле очень черная магия внутри используется и очень зависимая от всего вокруг. Но это будет во второй части доклада. Вторая часть доклада будет более обзорная. То есть там будет три небольших примера в три строчки кода. То есть мы просто посмотрим, какие есть еще инструменты, как они работают, как они работают с альтернативными языками программирования типа Котлина, или почему они не работают, как тот же ламбок. И почему Котлин так странно вызывает javac. И три раза это все уже менялось. Итак, почему на круг ниже? Потому что здесь, если до этого мы рассматривали процессоры аннотации, которые работают честно, которые работают относительно легко, то есть там есть всего две сущности элемента и TypeMirror. Единственное, что вам нужно запомнить, это как между ними прыгать и сформировать в своей голове, как правильно прыгать по дереву синтаксическому. То здесь мы теперь немножко поговорим о том, что лежит под этим всем. То есть я говорил о том, что… И это будем смотреть на примере ламбока. Я говорил о том, что процессоры аннотации не могут модифицировать существующий код. Но ламбок это как-то делает. Ламбок это делает таким образом, что он редактирует не исходный код, а он редактирует абстрактно-синтоксическое дерево. То есть он вот здесь вот выхватывает то, что наваял javac. Он идет… Element и TypeMirror — это очень высокоуровневая реализация над абстрактным синтаксическим деревом, которое сформировал какой-то конкретный компилятор. И эта вот реализация внизу отличается в зависимости от того, это эклипсовский компилятор, это javac, это груви компилятор или что-то подобное. Так вот, ламбок умеет определять, в каком компиляторе он сейчас выполняется. И с каждым компилятором он работает по-разному. А так как он модифицирует синтаксическое дерево вот здесь, из процессора аннотации, то на этапе генерации нового кода эти все изменения видны. И компилятор компилирует новое синтаксическое дерево. Однако есть очень много проблем с этим всем делом. Он совместим, как я и сказал, с javac и ECG, но если javac в принципе предоставляет инструменты для работы с абстрактным синтаксическим… ECG предоставляет инструменты для работы с синтаксическим деревом, то Oracle и javac сделали это примерно следующим образом. Вы заходите на сайт javadoc, у вас есть пакет, который вам позволяет работать с синтаксическим деревом, но с него выпилена вся документация. Вы открываете, жмакаете на ссылку, там пустая страница. И все говорят, не используйте эту фигню. Но люди используют. Еще одна большая проблема. Когда ваш процессор аннотации генерирует какой-то исходный код, то вы как бы в своем коде, который вы пишете, там, где мы вызывали save и restore методы, вы используете исходный код, который был сгенерирован в прошлый раз. То есть когда вы отметите просто ваш класс аннотации, ничего не произойдет, вам нужно сделать билд. Но вы все-таки генерируете исходный код, который куда-то кладется и как-то виден. Он подключается в ваш проект. Модификация AST в исходном коде не видна. Она видна только в скомпилированном коде. Для этого Lombok использует плагины для IDE, которые выполняют так называемую операцию Delombok, которая разбирает их скомпилированный код и формирует из него исходники, которые вы уже можете использовать. То есть это еще один boilerplate. Они поддерживают, кажется, 6 IDE, и для каждой IDE у них отдельный плагин. Помимо всего прочего, там еще очень много приколов. Они определяют, например, что они запущены в пределах NetBeans, выхватывают рефлексии из окружения поля, которое есть только у NetBeans и меняют его через рефлексию. Они подменяют класс лодер своего процессора аннотации, чтобы эмулировать раунды генерации кода и чтобы их процессор случайно не выгрузился, если вдруг он пройдет мимо. Он очень сильно привязан к версии Java, потому что из версии в версию это синтаксическое дерево менялось. И очень много там выглядит примерно так. Java 6, Java 7, Java 8. Это все делает одну и ту же операцию, просто по-разному. И процентов 60 кодов в проекте просто, чтобы эта штука работала. И возникает еще огромная проблема с Kotlin, потому что Kotlin вызывает, с процессорами аннотации очень хитро работает. Это их реализация менялась трижды уже. Сейчас они вызывают Java для компиляции аннотации, но они как-то хитро подменяют внутри Java синтаксическое дерево Kotlin классов. И изменения, которые вносятся во время компиляции Java в синтаксическое дерево, на Kotlin классы не влияют. Они все равно скомпилируют. Они пройдут, ошибки не будет, но Kotlin классы скомпилируются в bytecode без изменений. Поэтому ламбок с Kotlin не будет работать. Если вы будете пытаться искать решение этой проблемы, то, слов сотрудника JetBrains, вы найдете на Stack Overflow вот такой вот ответ, в котором говорится примерно следующее. Чтобы использовать ламбок и Kotlin, вам нужно разделить ваш Java код и Kotlin код на два отдельных модуля, применить ламбок только к модулю с Java, и только после этого ламбок в Java коде будет работать, с Java кодом будет работать. Но с Kotlin кодом все равно вы его подключить не сможете. Что это за собой влечет? Во-первых, у вас появляется зачем-то два модуля в проекте, хотя это один проект, и вы не планировали его как-то делить. Или Kotlin не сможет вызывать Java код, или Java код не сможет дергать Kotlin, что в принципе тоже не очень удобно становится. И вот мы приводим здесь как бы аналог, да, то есть есть библиотека AutoValue, которая генерирует, она выполняет примерно те же функции, что и ламбок, то есть она генерирует какие-то сущности, только ламбок генерирует эту сущность, какие-то билдеры, getter и setter в пределах класса, который вы отметили этой аннотации, а AutoValue берет интерфейс, который вы отметили этой аннотации, генерирует просто рядом класс с каким-то суффиксом, то есть как мы делали с сейвер-класса. Но AutoValue гораздо более надежный. Во-первых, он работает с Kotlin 100%. Я скажу даже больше, Java-овский процессор, вот это поиск getter и setter, с Kotlin работают гораздо лучше, чем если вы пишете getter и setter руками, потому что Kotlin это генерирует по паттерну всегда, вы можете где-то ошибиться и где-то буквы, не того регистра поставить и так далее. Ламбок использует сложные трюки, которые могут перестать вообще из-за дуновения ветра перестать работать. Обновилось IDE, отвалился плагин, ламбок не работает. Обновился JDK, поменялся API компилятора, отвалился ламбок. Поменялся версия абстрактного дерева, ламбок перестал работать. Но при этом они все имеют схожий набор возможностей. Так вот, модификация AST, я считаю, таким образом, это жесткий оверкил. Вам он не нужен, но мы беспощадны, мы все-таки посмотрим, как это работает. Итак, мы будем рассматривать, я обзорно пройдусь по всем инструментам, но в примере мы посмотрим только, как работает с Java-ом таким образом. В javac.jvm.tools есть четыре основных пакета, в которых вам, если вы хотите все-таки это делать, вам придется разбираться самим, потому что, опять же, Java-дока никакого нет. Вы подключаете jar-ник, декомпилируете его и лезете внутрь смотреть, что там вообще внутри него есть, и как с этим работать, вы понимаете исключительно интуитивно. Там четыре основных пакета. Первый — это содержит в себе только интерфейсы, которые отображают какие-то базовые сущности в дереве. И элементы, и документация отдельно лежит. Отдельно утилитный пакет, который позволяет вам серфить по дереву, то есть вы туда кидаете путь, куда вы хотите, на какой узел перейти, и он вам отдает инстанцию того узла, грубо говоря. И, собственно, вот который пакет, по которому нет вообще никакой информации, который выпилен откуда только можно было. Это как раз Java-инструментарий, который позволяет вам генерировать AST-выражение, которое вы сможете подставлять в синтаксическое дерево. Нам понадобится для нашего дальнейшего кулинарного рецепта Java-processing environment. То есть у нас был просто processing environment, теперь это будет Java-processing environment. Element-utils заменяются на Java, elements-utils. И вот три класса, которые перемещение по дереву, генерация выражений, tree maker. И names — это для переходов от высокоуровневой абстракции к Java-овскому синтаксическому дереву. Теперь немножко по кодим. Там будет на самом деле всего три строчки кода. Ух ты, как я это сделал. Воу. Да. Итак, здесь будет очень простой пример. У нас есть класс, отмеченный аннотацией. Есть класс, который расширяется. У него есть один-единственный метод, который будет захарткожен в процессоре аннотации для обработки. Что будет происходить? Рядом будет генерироваться mainActivity, класс называется, будет генерироваться mainActivityProxy, у которого переопределен этот же метод, и который просто пишет лог о том, что мой onCreate метод вызвался. Наверное, не видно. Увеличим. Вот. Он достаточно простой. Но что будет делать наш процессор аннотации? Я, конечно же, плагин для ID тут не писал, поэтому на уровне исходного кода изменений видно не будет. Мы пойдем в собранный APK-файл, залезем в его DEX и посмотрим, что у нас-то в итоге получилось. Я надеюсь, что видно. Видно то, что супер-класс поменялся в скомпилированном байт-коде. У нас стал здесь класс не upCompatActivity, а стал mainActivityProxy родитель. То есть наш процессор аннотации во время компиляции подменил родителя существующего класса на себя. Как он это сделал? Процессор аннотации во многом простой. То есть, опять же, объявления констант, которых не существует в Java. Существуют они только в Android. Что меняется? Processing Environment, как я и говорил, стал JavaC Processing Environment. Эти вот аргументы в процесс, то есть Round Environment и Processing Environment, они передаются непосредственно компиляторам. И реализация этих интерфейсов отличается от компилятора к компилятору. Но так как мы точно знаем, что мы запускаемся в JavaC, мы можем явно привести environment к environment у JavaC. После чего мы инициализируем, опять же, JavaC инструменты, о которых я говорил. Инструмент для навигации по дереву, для создания новых синтаксических выражений и для переходов от elements к элементам синтаксического дерева. Не знаю, имеет ли здесь смысл детально рассматривать непосредственно генерацию прокси файла. То есть здесь все то же самое. Опять детерируемся по аннотациям. Для каждой аннотации получаем элементы, которые мы должны обработать. В процессе аннотейшн методе у нас всего два вызова. Сгенерировать прокси родителя и вставить сгенерированный класс, как родителя обрабатываем. Прокси-обжект — это Java файл, который мы, собственно, сгенерировали здесь. Давайте посмотрим для закрепления. Вдруг что-то здесь непонятно. Получили пакет. Получили все супертипы обрабатываемого класса. Туда входит и класс, и интерфейс. Из него отфильтровали, достали отдельно класс, оставили отдельные интерфейсы. Атлеты отдельно, мухи отдельно. Инициализировали класс билдер. Положили суперкласс, положили интерфейсы. Добавили один единственный метод, который никак, вы видите, он не ищется. Он просто тупо захардкожен здесь. Он креет. Все поля, все захардкожено. Но что происходит в методе injectAsParent? Мы идем в TreeMaker. Это штука, которая генерирует выражение в пределах AST-дерева. И мы делаем следующее. Мы говорим, что мы хотим создать селектор на узел пакета, в котором лежит сгенерированный класс. Потом мы говорим, что в пределах этого TreeMaker мы хотим переместиться относительно этого пакета к узлу класса сгенерированного. Это чем-то похоже на ChangeDirector, если вы пользовались терминалами в Linux, то есть вы перепрыгиваете с одной директории в другую. После чего вы получаете узел дерева для класса, который вы обрабатываете. Вы точно знаете, что это класс. И поэтому вы можете спокойно его привести к Java Class Declaration. У него есть Extending поле. Вы просто впихиваете туда сгенерированное выражение, которое является селектором, и все, на этом ваша работа закончена. Вы подменили родителя. Какие-то простые операции делать легко. То есть добавить там поле какое-то, подменить родителя, это все несложно. Сложности начинаются, когда вы хотите с помощью Java изменить код метода. Вот там начинается реально ад, потому что вы пишете один селектор, потом другой селектор, третий. И там, чтобы сгенерировать буквально строчку кода, в примерах получается где-то строк 20. Причем это все очень большая иерархия фигурных скобочек, которые уходят вот так, потому что это вложенность во вложенности. Поэтому я в пример особо их и не включал. Плюс документации, опять же, какой-то конкретной нет. То есть это все вы просто лезете, ищите какие-то или примеры в интернете, или лезете в джарник и пытаетесь его разобрать. Как этот джарник подключается, по крайней мере, в пределах градла, да? Многие, наверное, так даже и не делали никогда, включая меня, пока я не начал этим заниматься. Вы можете получить зависимость в JVM. То есть вы говорите, что вы хотите определить compile-only зависимость. Почему compile-only? Потому что в рантайме эти все зависимости будут закинуты компилятором. Вы получаете инстанц текущий JVM, получаете из нее tools.jar и подключаете ее в ваш процессор аннотации. И выглядит этот джарник вот так. То есть это просто tools. И вот здесь это же иерархия. Или это не те tools? Это, по-моему, не те tools. Да, может быть, и те. Ну, вот они, source. И вот tools. Javac. В общем, вот вылазьте по пакетам и пытаетесь понять, а что они вообще делают тут. И вы очень быстро понимаете, что вам, наверное, это все не надо, потому что есть более универсальные способы и более простые, как мне кажется. Ну, там тоже есть свои нюансы, как можно сделать эту подмену. Итак, мы сейчас просто поговорим про другие штуки, которые умеют работать с ECG. Если Javac, почему-то Oracle решили, что работа с IST это очень плохо, то Eclipse разрешил это делать. У них есть Eclipse.jdt и Eclipse-плагины, которые позволяют вам легально, вполне просто работать с абстрактным сетоксическим деревом, который генерируется Eclipse-овским компилятором. Тут прикреплены тоже некоторые ссылки, они все тоже есть в конце. Это статьи на то, как запилить простой Eclipse-плагин, который работает с IST. Есть еще очень крутая штука, Groovy IST. Groovy вообще очень просто работает с абстрактными синтаксическими деревьями. Вам просто нужно подключить плагин, создать аннотацию, отметить ее вот этой аннотацией, в аргумент передать процессор аннотации, который эта аннотация будет обрабатываться. То есть там это матчинг, этот ищет javac в Groovy, вы должны это определить руками сразу. Создаете процессор аннотации, говорите, что вот он умеет, короче, работать с аннотациями, и все. Там очень простой интерфейс для работы с абстрактным синтаксическим деревьем. Работает он тоже без проблем, но опять же вам нужно будет выбирать, или вы пишете на Groovy, или вы пишете на Kotlin. Два альтернативных языка, которые компилируются в ByteCode, вместе дружить не будут. Это опять же связано с тем, как они встраиваются в билд-процесс от исходников до скомпилированного кода. Выводы. Модификация ST прикольная штука, она даже иногда работает, но влечет за собой много странных последствий, которые не всегда очевидны. Все то же самое можно сделать и без модификации ST. Приходится поддерживать множество зависимостей, если вы разрабатываете процессор, который работает с ST. И также невозможно все это дело использовать с альтернативными языками, включая Kotlin, который сейчас так сильно набирает популярность. Но это еще не все. Мы хотим работать, чтобы наша библиотека умела работать и с Kotlin, и с Groovy, и с чем угодно, и с любым языком, который компилируется в ByteCode. И мы упарываемся окончательно, мы модифицируем скомпилированный ByteCode уже. Чем мы это можем делать? Две популярные библиотеки, возможно, даже единственные, это ASM и CGLib. И для работы с DEX кодом, если вы хотите прям совсем углубиться в Android, есть DEXMaker. Эта штука используется Makita для генерации различных штук. Что имеет ASM? ASM умеет серфить и создавать и изменять существующие классы файлы. Он умеет это делать на основе событийной модели DL-Saxx или работать с ним как с деревом. То есть это чем-то похоже на парсинг XML в Java. Что умеет делать DEXMaker? Он умеет тоже работать с DEX файлами, создавать новые и изменять существующие, но он плохо парсит. Там не очень удобно анализировать, что вообще уже написано. Можно легко написать что-то новое, но проанализировать проблематично. Из интересного он умеет загружать DEX файлы в рантайме. То есть у вас работает ваш APK файл в телефоне в рантайме, внезапно он генерирует новый класс, загружает его через класс loader, и вы с ним можете работать через рефлексию. Как это может пригодиться? Вообще без понятия, но он это умеет. LinkedIn зачем-то добавили эту фичу в эту библиотеку. В рантайме вот все просто. Вы пишете класс примерно так же, как интерфейс JavaPort, сохраняете его в файл и загружаете его через класс loader. Но во время компиляции гораздо веселее, потому что и практичнее. Вам нужно будет сделать Gradle плагин, собрать его, подключить, применить к модулю, к которому вы хотите его использовать, и чтобы плагин подвязывал какую-то вашу задачу, которая модифицирует скомпилированный код к одной из этих задач. Если вы хотите работать с класс файлами, мы говорим сейчас про Android, это будет вот такой rejects, вот здесь вот будет, например, флейвор и полное имя в билд-варианта, то есть dev-debug или production-release, что-то такое. Если вы хотите работать с DEX, то rejects будет такой. Где искать-то эти класс файлы, с которыми вы будете работать? Если вы говорите о Java, то вот здесь он будет лежать. То есть здесь у вас dev-debug, дерево пакетов до вашего класса и конечный класс. Если вы работаете с Kotlin, то Kotlin свои класс файлы складывает по такому пути. Все изменения, которые вы внесете вот на данном этапе, если вы подвяжетесь к этой задаче и выполнитесь сразу после нее и измените классы именно вот здесь, то все изменения будут видны в скомпилированном коде. Итак, вот теперь мы… Ой, я снова что-то сломал, по-моему. Итак, у нас есть… Стоп, это Java. Переключимся на другую веточку. Сразу, наверное, посмотрим на вариант с имплементацией с Kotlin. Ну, допустим. Как много всего. Да, это постоянно такая ерунда. Production problems. Так. У нас есть все то же самое. У нас есть main activity. Ой, только… Ну, здесь Kotlin-овский код. Немножечко совсем. Но ничего особо не меняется. У нас есть Kotlin-овский код. Сгенерированный наш Java-код под этот Kotlin. И все точно так же в output у нас подменяется. Мы сейчас в этом на всякий случай убедимся, а вдруг нет. Я вас всех обманываю. Уже два часа почти. Да, он подменяется. Все, отлично. У нас есть процессор аннотации, который остался, да? Или нет? Процессор аннотации делает все то же самое, только отсюда исчез метод injectAsParent. То есть он просто сгенерировал класс какой-то и он куда-то ушел. Но у нас появляется наш Gradle-плагин, который идет в паре с этой как бы библиотекой, да? И он должен уметь с ней работать. Ух ты, классно. У нас не подтянулся почему-то Java туда. Почему? Быстрые билды. В проекте 5 классов он их не может проиндексировать. Это скорость. Надеюсь, да. Итак, у нас, когда мы сильно не будем углубляться в то, как вообще создаются плагины под Gradle, но мы просто быстренько посмотрим, что у нас есть. У нас есть наш плагин, который применяется к проекту. Что он делает? Он смотрит, что у нас применен плагин Application, потому что это важно для нас. Мы смотрим, мы делаем проверку, что у нас есть Kotlin, значит, будет происходить обработка через капт, и мы делаем проверку, что есть ли вообще Kotlin или нет. Дальше у нас есть класс нашей задачи, которая будет модифицировать скомпилированный код. Мы просто инициализируем. Мы говорим, добавь нам новую задачу в пул задачи Gradle. И мы говорим, что она будет называться вот так. Transform Classes is Example Plugin. Это название, которое будет высвечиваться в build-логах Gradle. И у нас есть и, собственно, инстанция задачи, которая падает, чтобы мы передали в него какие-то опции и параметры. В данном случае это будет директория проекта, в котором это все работает, и используется ли Kotlin или нет. После чего нам нужно нашу задачу привязать, то, о чем я говорил, нам нужно привязаться к задаче, чтобы наша задача выполнилась в иерархии компиляции. Здесь очень важная штука. Я почти полтора часа пытался понять, почему, когда я вызываю здесь получить задачи и пытаюсь отфильтровать оттуда ту задачу, которая есть, то есть compile Java with Java debug и что-то типа такого, этой задачи нет. Так вот, нужно вызвать метод post-after-evaluate, потому что вот эти вот задачи, они тоже генерируются как раз вот этим вот плагином. Поэтому вы должны подождать, пока выполнятся все другие плагины, появятся все задачи, и потом только вы к ним подвяжетесь. То есть вот здесь происходит поиск задачи, на которую мы привязываемся, и говорим, что я хочу, чтобы моя задача выполнилась после вот той, которую мы нашли. Выглядит просто. Ну, конечно. Так, сразу туда откроем вот эту штуку. Сразу откроем нашу задачу. Я здесь особо вообще не занимался форматированием какого-то кода и думать, как его сделать проще. В общем, что здесь интересного? Во-первых, мы расширяем default task. Метод, который является задачей, мы отмечаем task action. Что в этом всем происходит? Происходит следующее. Мы сначала идем в пакет, куда кладутся все наши сгенерированные процессором классы. Находим их там. Мы знаем, там происходит то, что сгенерированные классы кладутся примерно по такой же иерархии пакетов, как классы, к которым они относятся. И в имени сгенерированного класса есть полное имя класса, относительно которого этот класс был сгенерирован. Таким образом, мы можем найти целевой класс. Можно было это сделать проще. Отметить сгенерированный класс аннотации с retention policy класс, чтобы он остался в байт-коде. И оттуда просто достать путь, но это было бы слишком просто. Поэтому я не знаю, почему я об этом сразу не подумал. Ну, вот так. Ну, в общем-то, здесь как раз происходит переход по всей… Вот тот путь, о котором я говорил. Вот. Здесь происходит переход по всему этому дереву, проверка того, что все эти директории существуют, вычленение имени и пути класса, который нужно изменить. И самая магия происходит где-то вот здесь. После того, как мы нашли все классы, происходит следующее. Вот здесь мы опять же там достаем некоторые файлы. Вот здесь, вот с этого момента… Сейчас я… Если не видно, вы мне напоминайте перейти в presentation mode. Я-то тут все вижу. Люди с последних рядов, наверное, ничего не видят уже. Здесь происходит следующее, когда вступает асм. Здесь мы работаем с ним на основе событийной модели. Асм работает следующим образом. Вы объявляете класс reader, передаете в него input stream, докидываете в него вот здесь вот, визитеров, через которых проходят все ивенты, которые смог прочитать асм. И потом из визитера это все перекидывается в класс writer. То есть примерно это выглядит так. У вас есть файл, вы из него читаете, что-то меняете, сразу в него… и потом в него это все записывается. Точнее, ну, примерно так. Формируется byte array, и потом это уже записывается. Мы здесь применили только один визитер, который делает следующее. У нас есть класс reader. Мы передали в него файл input stream, который ссылается на исходный класс. Создали writer, который пишет из ридера. Где-то так это можно, наверное, объяснить. К ридеру применили visitor, который выглядит очень просто. У визитеров есть куча методов. В данном случае мы… Если бы это был интерфейс, а там выпало такое полотенце метода, в котором разобраться было сложно. Мы сразу говорим, что мы хотим расширять класс visitor, и нам нужно всего лишь один метод. Что здесь происходит? Вот эти вот поля передает наш класс reader. А все, что уходит наверх, попадает в writer. И таким образом мы вот в этом месте конкретном мы вмешиваемся и подменяем наш супернейм на тот… Вместо того, который был передан, мы его подменяем и передаем наверх то имя, которое мы хотим видеть. И если мы это все запустим, то в логах мы увидим следующее. Вот. Он говорит, что он не смог найти Java класс, потому что это был Kotlin класс. Потом он нашел его в Kotlin директории, и у него все стало здорово. Потом он нашел сгенерированный класс. Вот он наш main activity proxy. Потом выпал лог. Вот он как раз. Вот visit cold. Он говорит, что был старый класс вот такой, и мы его подменяем на новый. С Asmum, я считаю, работать гораздо проще, чем работать с Java 3. Потому что, во-первых, эта штука будет работать гарантированно со всем, что смогло скомпилироваться. И плюс оно имеет очень плотную документацию на 150 страниц PDF-ки. С примерами, с картинками и со всей ерундой. То есть вам будет проще разобраться. Из неприятностей, если вы хотите опять же модифицировать, то есть это было болью при модифицировании Java, если вы хотите модифицировать тело метода, я напоминаю, что это байт-код, и вы должны писать скомпилированный байт-код. То есть вы не пишете там new и так далее, как вы это делаете в исходниках. Вы должны писать уже готовый байт-код в метод. И это все немножко усложняет. Можно пробовать делать что-то вроде такого. Вы генерируете класс. То есть на этапе процессора аннотации вы генерируете класс, который должен скомпилироваться, код которого вы хотите инжектить. Потом на этапе вот здесь в плагине вы читаете тот код и просто его копируете, вставляете в код, который вы хотите изменить, а старые классы выпиливаете, и они не попадают в конечный билд. Что-то типа такого. Или вы пишете готовый байт-код. Мне кажется, есть первый вариант, который я сказал, написать код рядом и скопировать его. Это гораздо проще. Итак, тут куча ссылочек, которые я забыл опять увеличить. Здесь очень много литературы, которая касается каждой какой-то части презентации. Здесь очень много про AST. Я постарался какой-то более-менее адекватный материал найти про Java, про ECG, про груви трансформации. Хорошие примеры. Это как раз вот здесь один из постов. Это то, что я говорил, что люди инжектили код для авторизации запросов. Коротко объясняется трюк, который использует ламбок. То есть что он… Там просто написано, что он изменяет AST, а не работает с исходным кодом. Все. Ссылка на исходники ламбок. Развернутое сравнение автовевью против ламбок. Там много чего сравнивается, чего они умеют, чего не умеют, плюсы и минусы и так далее, и так далее. Введение написания плагинов для Gradle. Больше про написание плагинов для Gradle. Плагин для разработки плагинов на Java. Потому что изначально Gradle хочет груви видеть. Официальный сайт Asma. Вот это полная огромная PDF-ка про Asma. Хорошая статья про Asma от IBM. Схабра. Ссылка на DexMaker. По DexMaker здесь так мало, потому что в официальном репозитории, кроме того, что эта штука используется Makita, больше ничего нет. А, и пара примерчиков. Ссылка на презентацию, которую можно отсканить, если кому-то надо. Спасибо Антону и Оле за то, что помогли мне сделать эту презентацию более user-friendly. Она была еще сложнее, чем была сейчас, потому что вещи сложные, но они попытались их как-то объяснить мне, что им было непонятно, и я попытался это закрыть. Все. У меня все. Спасибо. 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 Продолжение следует...